Доброго времени суток и вообще доброго здоровья всем. Чем я хочу сейчас рассказать это обоги с тревоги. Мне давно этот Бог увлекал своими странными исходными данными. Все, что изначально, когда появлялось славянство наше современное, все, что о нем можно было узнать, что это тревог, якобы Бог ветров. Почему? Потому что ветрось и Бог в стребожье внуки. И вот тут как раз начинается все самое странное. Почему это, если у него внуки ветры, это Бог ветров? Ну, как бы так, получается, не увязка такая. А кто тогда дети стребога? Где они? Я ничего такого толком не читал, не нашел. Вот, как говорится, стребог и тревожье внуки. Все. На этом, как бы, можно закрыть все и все дальше, как обычно, водить хоровод и прыгать через костер. Ну, кого-то это устроит, в принципе, в общих чертах. Меня такой подход не устраивает. Если мы начинаем углубляться в собственную, как говорится, древность, собственные знания, то надо выяснить, в конце концов, что это у нас за Бог такой. А почему он так зовется, стребога? Для этого я хочу сначала засчитать небольшой отрывок из великолепнейшей книги Александра Александровича Шевцова, который тогда был под псевдонимом Алексея Андреевна. То, что он писал о том, что его дед писал. А дед же его безапелляционно заявляет, что один и две составляют языческую троицу Руси, что скрыться в цифре три. А вот далее у него следует действительно интересное, на мой взгляд, наблюдение, которым он расшифровывает слово «просыпается». Он явно вкладывает в него двойной смысл и пробуждаться, и рассыпаться на части, на множество. Поэтому виллы – тут вряд ли славянские богини природных стихий. Скорее, это или орудия, или развилки, и означают они двойственность, то есть парность и противоположность одновременно. Во всяком случае, понятие вил, вилки, созданное и активно употреблялось остальными стариками-офинями, когда они объясняли мне устройство человеческого мышления. Двоить мир, как целостность, дробя его «и». Одновременно двоить, удвояя, легло в основу столь популярного у мифологов понятия бинарных оппозиций. У деда же есть странная фраза «двое доят», которая, на мой взгляд, вовсе не описка, а попытка передать именно двойственность самого двоения, и уменьшение, и деление, и увеличение, прибавление одновременно, как при доении коровы, когда, разделяя молоко с коровой, мы увеличиваем его количество. Итак, наблюдение состояло в следующем. Обе первые цифры имеют по три варианта произношения, и, соответственно, разные корневые основы. Один, два, раз, пара, первый, второй. И составляют три пары. А вот три начинает ряд чисел, имеющих только одно название, вплоть до двенадцати. Вот на это особое внимание я прошу обратить как раз на вот эти вот три пары. Двенадцать, кстати, тоже нарушает этот ряд, потому что имеет в русском языке две корневые основы для своего обозначения. Про эти первые три числа дед дословно пишет. Эти три пары рождающая троица. Но они одно. Понятно, да? Строй троян. Он и устрояет всю Вселенную. Далее дед пытается расшифровать эти пары, этими логизируя их звучание из имен богов различных времен и народов. Типа раз от Ра, второе от Тора и тому подобное. Я считаю это не принципиальным и не буду приводить полностью. Кстати, вот что пишет об этих начальных числах Топоров. Он приводит выдержки от разных ученых. В ряде культурных традиций один и два не рассматриваются как числа, соответствующие слова нередко оформляют иначе, нежели другие числительные. На Трояне надо остановиться особо. Слово о полку Игореве, тринадцатого года издания, тридцатого года издания, это двадцатого века имеется ввиду, было в числе не многих дедовских книжек, доживших в нашей семье до моего детства. Она была передана мне по дедовскому завету вместе с его тетрадями. Не могу утверждать наверняка из-за упоминания Трояна и тропы Трояне в слове или каких-то традиций, какая-то традиция действительно сохранилась в офинской среде. Но дед считал Трояна верховным богом тех людей, среди потомков которых я и вел сборы. Это не случайно. При этом он отождествляет его со Стребогом русских летописей и Сатурном Кроносом античности. Это важное сопоставление, кстати говоря. С Три Бога он пишет как «Все три Бога». Совершенно верно. А самого Трояна называют небесный строй. К этому можно добавить несколько слов из словаря Маковского «Тройка» и индоевропейская «Трей». Это тот самый дурацкий индоевропейский язык, кстати говоря. И ученые используют до сих пор его. Символизировало божественный разум, духовный порядок, гармонию микро-макро-миров. И чуть ниже, в связи с практиковавшимися в древности тройными жертвоприношениями, можно полагать, что к корню «Тр-3» относится русское «строить». Интересно, что с числительным «Тр-3» относятся слова со значением «волосы». Символ всех естественной силы. Да. Для меня это действительно интересно. Мне про яички-писанки она совершенно не так. Для меня это действительно интересно, потому что, когда одна из бабушек, жена дядьки, тетя Нюра рассказывала мне про яички-писанки, она совершенно определенно назвала один из рисунков «Косматы Троян». Не оценивая историческую сторону филологических построений деда, я бы добавил сюда еще и итрусского предшественника Сатурна Сатре. А относительно отождествления «строя» и «трояна», можно, пожалуй, еще раз напомнить об исчезновении в русском языке назального «Н». Ну, я тут не согласен с Александром Александровичем, не было никакого назального «Н». Это искажение как раз-таки от языка. Что можно означать существование изначальных именей типа «строин». Это искажение. Все вот эти вот назальные «д» — это все не от здорового тела и ума. Впрочем, от чистой воды фантазирований. Ну, он, то есть, не утверждает это, но не утверждал, да. Сейчас я не знаю, как он относится к этому, но, тем не менее, книга существует. И книга, на самом деле, очень увлекательная. Там глубокие есть части в ней. Да, она вся глубокая, но для тех, кому любопытная древность и веды, это книга, я советую почитать даже. Очень советую. «Три особое число русской мандалы». Меня всегда удивляло это. Правда, кое-что объясняли слова Топорова из той же статьи «Числа». Первым числом в целом ряде традиций считается «три». Оно открывает числовой ряд и квалифицируется как совершенное число. «Три» — это совершенное число. Не «девять», а именно «три». «Три» — не только образ абсолютного совершенства, превосходства, но и основная константа мифопоэтического микрокосма и социальной организации, включая и нормы стандартного поведения. Иными словами, собственно, счет начинается с трех, а не с единицы или двойки. Эти два парных числа родились для обозначения чего-то совсем иного. Их выделенность тройными звучаниями словно завораживала деда. Он считал не только устроение Вселенной, но и ее разворачивание идет трояновыми путями. Совершенно верно. Его дед что-то знал, чего он так и не передал Санычу, но тем не менее это так. «Творческая потенция их притягивания и отталкивания как женско-мужского начала очевидна, пронизывает Вселенную и дюжину, превращая ее в устроение, то есть в космос». Эти первые числа разворачиваются в пары и объединяемые и упорядочиваемые тройкой. Дед назвал Вселенной и миром старых богов. Я бы даже сказал изначальных. Я бы условно назвал его большим космосом, в отличие от поселенной или земного мира. Даже не шара, а просто мира Саныч описывает. Как он видел следующие числа от 4 до 8. Что же отсюда можно выделить? Отсюда можно выделить Стребок, Сатурн и якобы этрусский Сатры. Я не знаю, я не слышал как этрусский это произносили. Но дело в том, что самый этрусский язык, благодаря, кстати говоря, окончательно уже Валерию Алексеевичу, и он никогда не отрицал той великой работы, которую проделали предпришественники, в том числе Т.Д.Ш. Воланский, поляк, который сразу сказал, что читайте по-славянски, Валерий Алексеевич его до конца расшифровал. Я не помню там записи Сатры. Он полностью. Можете читать. Берете книгу «Этрусского Руси». Там есть слова, там есть обозначения этрусских букв. И, пожалуйста, читайте. Ну, язык будет искаженный от русского. Если читать по каменным надписям, они по-русски писали не явно, а явно они писали на своем уже суржике, как говорится. Ну, близок к белорусскому по звучанию, там, аканье сплошное. Ну и выпадали буквы, допустим, если глагол «был», у них звучало как «ау», «почил», «очил» и так далее и тому подобное. Женщина у них превратилась в женщу, а уже в вульгарную латынь это перешло из-за трусского языка. Вульгарная латынь – это, кстати, испанский язык, поэтому «Латинская Америка» она называется. Там не на латыни говорят, классической, это искусственный язык, а вот вульгарная латынь – это живой язык, который из искажений русского языка через этот русский превратился в такое. Вообще, получалось чача-мучача. Мучача – это уже в итоге девушка, а мучачу – парень на испанском языке. Ну, в общем, речь идет о Сатурне, о Сатре и о Стрибоге. Все мы везде видим одно и то же – Сатера. В латыни – это хитро вымышленный язык, поэтому там тоже идет подмена гласных. Уже, как говорится, к изначальному корню тяжело вернуться, но латинские слова также они разворачиваются обратно в русский. Все языки берите, это не трудно на самом деле. Ну, надо, да, иногда повозиться. Иногда слова не полностью, а как вот в украинском языке или в южно-русском, скифском, появилось слово «блокитный», которое ни к чему не привяжешь. А как из голубого цвета могло появиться слово «блокитный». Вот из «блокитного», кстати говоря, английского «блю» получилось. Это еще дальше искажение пошло. А вот как из голубого, «блокитный» – ну никак. И тут уже есть замещение, это уже немножко другая, как говорится, часть языковедения. Когда ты смотришь на небо, а небо голубое, вспоминаем слова «электроцойда», а по небу плывут облака. Что плывут? А, облака. Облака. Блокитный. Все. И подмена идет облака на голубый цвет. Все. Есть. Замечательно. Так вот. Ну, это в такие вот трудности, когда с языком вывозишься. Бывают у меня такие подмены. Надо смотреть. А где что? Сатурн. Теперь вспоминаем греко-римскую мифологию. Кронос – отец Зевса, все боги Крониды, олимпийцы. Кронос, который пожрал своих детей. Но там это очень сложно, кстати говоря, вообще копаться в этой мифологии, потому что она и является сплошным искажением. Там много правды, которую нужно ее расшифровывать. Есть Кронос, а есть Хронос. Но в итоге они слились в одно. Хронос – это как бы бог времени, а Крон – непонятно чего тогда. Отец Олимпийцев, Титан. Главный. После Урана. Ну, я не буду там про скопление Урана рассказывать. Это тема, опять же, мифологическая. Меня больше трогает действительность. Возврат в русское мировоззрение – то, что было распылено по всему миру, а у нас здесь как раз по месту оно было растеряно. Поэтому у нас, получается, стребок – это непонятно какой бог. Чего? Кого? Ах, у него внуки ветры – значит, это бог ветра. Ну, сопоставление явно с рассудком недружище, потому что рассудок… Он не может рассуждать под такими вещами. Он выстраивает цепочку рассуждений. Здесь цепочка оборвана. Это с языком ведической хиромантики, как говорит Сергей Владимирович Серебряков, будет звучать как пораженный Меркурий, когда рассудок работает неверно. Так вот. Бог времени. Ну, в Сатре явно и Сатурн, и Стребок – одна и та же согласная составляющая. Ну, если даже не проще даже взять… Ну, вы знаете, что латинский язык классический называет Землю как Терра. Терра – это третье. Тер – третий. То есть, опять же, скажу на русское слово – три. Нету никакого эндоевропейского языка. Хоть одну запись на нем найдите, тогда вы будете рассказывать мне про эндоевропейский язык. Его придумали всецело ученые для того, чтобы продвигать свою тему. Западные ученые причем это придумали. И искусственно записали русский язык в разряд молодых. Опять же, возвращаясь к языковедению, чтобы было понятно, что я дальше говорю о Стребоге. Возьмите слова западноевропейских языков. Даже не всегда западноевропейских. Можно также и того же санскрита. Вы можете это восстановить в русский язык и еще и объяснить, как это и что это такое. А в том же английском вы не объясните. Вот как Александр Драгункин, он издал в своем совершенно бесплатном доступе книгу, это и есть его, он обучает по этому, в принципе, английскому языку. Ну, посмотрите. Вот есть лягушка. Как она на английский? Фрог. Фэ это что такое? В русском языке как таковой буквы не было. Валерий Алексеевич, кстати говоря, когда руны Руда выписывал, буква Я, руна Я есть, а руны Ф не было. То есть руны Я и Ю там, по-моему, все эти были, а Ю не было. Не было с точками. Вот он переработал много материала, каменного, не каменного, не нашел. Вот у него есть это в статьях. Его сайт пока еще жив, можете искать. Не руница, а именно чудинов.ru. Так вот. Заменяем. Ф это просто поглушенное П. Поэтому есть пруссы, есть персы, а есть франки, есть фракийцы. А все это сводится к П, парусию, парусам и так далее и тому подобное. Соответственно, что такое слово Фрог? Прыгать. Прыгать. Оэ. Это кстати говорят тоже заменяемое, часто гласное. Вот, теперь можно понимать, да вот, как можно вообще находить слова. Ну, Пламя. Флэйм. П. Ф. Фламя. Флот. Плот. Это вот то, как с буквой П связано. Я уж не говорю о словах Дрим Дар мир Это со снами, связанные с мечтами Александр Александрович Шерцов Когда о Ведагоне рассказывал Дрема Это часть сна Когда мы уходим в сон Но еще не провалились глубокий сон И выходим, кстати говоря Через дрема мы Можем находиться в дреме, если научимся Осознанно этим искусством владеть В это время можно чисто думать Без примесей Вот этой вот мешанины мыслей Можно просто Входить в присутствие, конечно Как учится Хартоле Тоже работа такая Итак Стребок Се-три-бок Дед Александр Александрович Совершенно верно все разложил Потому как С это всегда Либо со, либо се Это указующее место имение Три Это то Се-то-ри-бок Можно еще дальше разложить Потому что русский язык По слогам И каждый слог Имеет свой образ Или как бы сейчас Называть смысл Не совсем точно Смысл То, что у нас делает общество У нас общие смыслы Ле Это действительно Слог сливающий Это не пустая Как говорится Народная этимология Так называемая Это действительно Так русский язык устроен А мамы Мо Это Ну Связь с женской силой И женским началом Пожалуйста Мара Макошь Мать Иллада Вот к ним мы как раз и подбираемся Старые боги Троян Мы знаем Троица Сейчас современные Неоязыческие Родноверские движения Это называют Три главами Можно так назвать А можно назвать На санскрите Тримурти Опять же Три Три в санскрите Так и осталось Три Вот Допустим Четыре Это чатур Уже искажение в гласных Ну На юге Очень много Это отдельное видео И записать Я выписывал это в статьях Но Могу как видео записать Чтобы было понятно Как Санскритские слова Появлялись Из южных Наречий Русского языка И дальше уходили Уже в то Что превратилось в санскрит Тримурти Обозначается Вы знаете Цветок жизни Знаете Звезду Так называемого Давида Сейчас И кстати говоря Верно Ее иногда Называют Звездой Велеса Но это Отчасти Звезда Велеса Потому Когда изначально Построение Вот этих Самых Трех пар Раз Пара Раз Один Два Раз Два Пара Каждый Уголок Это Кристаллическая Кстати говоря Это Кристалл Он Относится Ко всем Камням Большей Частью Потому Как живое Это уже Пятиконечное Строение К масонам Никакого отношения Не имеет Вы подойдите Ну я не знаю К любым Цветкам Или К плодам Рябины Прямо Посмотрите В лицо Ягоды Рябины Вы увидите Масонскую Звезду Это Живое Потому Как она Морская Звезда Это тоже Да Масонская Так Масонная Так вот Каждый Уголок Означает Как раз Вот эти Самые Один Два Раз Один Два Пара И Всех Вышних Богов Вышние Боги Если Переводить То Что Для нас Оставили Наши Предки Там На Ниндостане Наши Предки С узорами С вышивкой Которую Они до сих пор Там Вышивают Когда Светлана Васильевна Рассказывал В своих Видео Показывал О Это Из Нашего Штата Такого Вот Так Вот Искаженные Имена Богов Но Все это Восстанавливаемо Благодаря Собственных Следований Благодаря Восстанавливаниям Валерия Всевича Чудинова Благодаря Ведическим Знаниям Которые Там Сохранились Хоть На Санскрите Но Все Восстанавливаем Это Наша Древняя Мудрость Записанная В виде Вед Как Говорит Переводя На Нерусский Язык Сергей Владимирович Серебряков Веда Это Инструкция То есть Почему Действовать Ну Я В своем Видео Ведунах Я Именно В общих Чертах Это Описывал Только Без Слова Инструкции Это Веда Это Когда Ты Знаешь Это Знание Когда Ты Ведаешь Ты Знаешь И Можешь Расписать Это По Шагам Как Этим Работать А Вера Это Уже Свет Когда Ты Без Ничего Уже Просто Делаешь Ты Отбрасываешь Все И Просто Делаешь Это Есть Вера Ты Находишься В свете Духа Ты В полной Осознанности Это Не Верить В кого То Верить В кого То Это Доверять Кому То Сейчас Опять У нас Понятие Искаженное Современного Русского От Древнего Языка Руссов Он Мало Чем Отличается От Современного Только Подходами И Наложениями Искажений В том Числе В Погласовках И Тех же Бывших Русских Слов Вишну Слово Понятное И на Сегодняшний Русский Язык Это Обозначение Одно Из Обозначения Имен Всевышнего Но Конкретно Непосредственно Непосредственно Имени Там У них Уже Нет Можно Покопаться Конечно Во всех Именах Вишну Я их Не Перебирал Может быть Найдется Что-то Что-то Связанное Это Шива Он же Махадев Иногда Называют Вишну Маха Вишну Этот Махадев И Брахма Брахма Ну Создатель Вселенной Ну С Это Слово Я не Сильно Разбирал С Чего Оно Произошло Можно сказать Покороче Правда Потому что Там Это Придыхательный Звук Итак Стребог Вот это И есть Троица Пар Один раз Первый Два пара Второй Три пары Вишну Соответствует Русскому Богу Роду Я не буду Углубляться Потому как Для многих Будет шоком Те Кто знают Веды Они знают Что Вишну Мог Обращаться Женщиной А у нас же Привыкли Его изображать В виде Дедушки Ну Это Я скажу Так Это Скорее Можно Бог Конечно Всевышний Может В виде Кого угодно Предстать Но Это Несколько Такое Упрощенное Видение Скорее Всего Взято Современными Вот этими Течениями Нашими Из Христианств Там тоже Едет Представление Боге Всевышнем Дедушка В облаках Для меня Разницы Не имеет Бог Он Вечно Юр Он Вечно Стар Ему Без разницы Вы можете Изобразить Родой Совершенно Молодым Его Пара Исходя Из Кое-чего Из моего Намека Это Выделенная Для определенных Целей Из него Женская Ипостась Хотя Она Не Женская Ипостась Как Таковая Его Это Макош Макош Магиня Она Же Богиня Судьбы Она Же Богиня Счастливого Дела Она Же Богиня Любви Об этом Кстати говоря Многие Не знают Многие Кстати говоря Очень Неблагосклонно Относятся К исследованиям Валерия Алексеевич Он просто Прочитал На многих местах Что Макош Это Богиня Любви И на Вот этих Статуэтках Венеры Полненькие Так сказать Древние На них Тоже Написано Макош То есть Это Макаш Но Когда Рунами Макоши Записываются Почти Всегда Как Макош Но Иногда Как Макиня Ну Я не буду Сейчас Это Отдельно Нужный Ролик Непосредственно Про женскую Ипостась Рассказывать Но Она Любовь Она Всегда Находится В Природе Она Ж Природа Да Род Это Существо Цельное В нем Нету Света Тьмы В нем Есть Серебро Так Называем Что Как я Понимаю В Буддизме В Витовстве Индийском Называется Нирван Нирван Неразрывное Все просто Нирваны Это просто Непорванное Кстати говоря Имя Парвати Не от горы А от слова То что она Порвала Цепь перерождений После своей Аскезы Когда стала Женой Шивы Ну Переходим Тогда Перехожу Тогда к Шиве Шива В санскрите Тоже Вот это Вот Нету Понимания Почему Он Зовется Шива Они переводят Как Благой Ну Действительно Благой Вечное Блаженство Он Он Всегда Сосредоточен На роде Который Единый Единый Целый В нем Вечное Блаженство Ведах Так и Описано Когда У Шивы Спрашивают На кого Ты Медитируешь На Вишну Вишну А ты На кого Медитируешь Я Медитирую На Шиву Все Замечательно Замкнулся Круг Со Сосредоточение И Раз Сосредоточение Все Это Слово Медитация Называется Созерцание В греческом Теория Кстати Говоря Теория Это Созерцание Далее Шива Чтобы Понять Откуда Во имя Как Можно Ввести В русский Язык Обратно Если Это Благой Блаженный Да Никак Но Есть Другие Косвенные Признаки Когда Его Супруга Была Еще В ипостаси И В женском Воплощении Сати Кстати Сати Это Скажу На слово Суть Что Сделал Так Что Запретил Сати Ходить Куда На север То Шива Жил На севере Я Лично Знаю Что Санскрит И Вообще Южные Языки Очень Многие Даже У нас На юге Даже Одесса Здесь Любят С Заменять На ш Вместо Что Там Сто Ашо Да У них То же Самое Происходит И Сива Приводился В шиву Но Сива Сивы Сивы Открываете Словарь Даля Читаете Северный Сивон Или Сифон Это Северный Ветер Почему Говорят Фурточку Закрой Сифон За Холодный Холодный Сквозняк А холодный Это Обычно Северный Ветер Это Его Опять же Даже Не имя А прозвище Но Чем Занимается Шива Йогой Он Самый Великий Йогин Первоначальник Всех Йогов Чем Занимается Йога Осознанностью То Самое Когда Ты Можешь Сказать Я Ра То Есть Шива Это Северный Яр Для Для тех Кто ушел На юг Он Стал Просто Северным Богом Одной Из Апостасей Всевышнего Тот Который Созерцает И Осознает Его Жена Раз Он Яр Это Парвате Ее Имя Соответственно Мара Тогда Как Если Условно Сказать Род Разделился На Мужское Женское На Свет И Тьму Не Надо Путать С Добром И Злом Это Плохим Хорошим Ма Это Которая Порождает Свет Яр Это Который Дарит Свет Осознанности И Просвещает Тьму Именно Поэтому Мужчина Говорит Женщине Душа Моя Он Созерцает Познает А Она Говорит Свет Очей Моих То Ты Ты Даешь Мне Свет Познание Так же Вот Это Завязка Постоянная Яра И Мара Далее Третья Пара Это Свараг И Лада Там У них Звучит Как Брахман И Сара Свати Смысл Один и Тот же Создатель Вселенной Свараг Свараг Это Слово Соединением Свояра Род Ну В любом Случа Это Соединение Обеих Хипостасей Рода И Яра Ну Естественно И Мара И Макош А Но В имени Мужском Оно звучит Как Свараг Может Быть Г Заменено На Д Заменено На Г Это Тоже Взаимоперед Переходящий Как Это Сложное Слово Могло Для Озвучки Но Есть Еще Второй Вариант Который Валерий Алексеевич Раскрыл СОЯРОК То есть Тот Который С яркостью Откуда Слово Сварга Кстати Санскритское Слово Сварга Впрямую Переводится Как Сверкающее Сверк Сварг То есть Сверкание Сварга Пожалуйста Это слово Кстати говоря Можно использовать Совершенно В русском языке Оно По сути Не искажено Сварга Это Обитель Богов В этом Все Ничего Практически Не изменилось Можете Его В Ирьем Ирьем Раем Называть Раем Светлое Место И Супруга Его Лада Которая Созданную Вселенную Упорядочивает Потому что Мужское Кстати говоря Имя Сварга Это Лад А Она Этот Лад Наводит Везде Поэтому Ее зовут Лада Вот Пожалуйста Вам Стребок Это Изначально Троян Даже Не Треглав А Троян И Именно Поэтому Я Теперь Понимаю Это Почему Умазыков Знания Которых Принес Александр Александр Шевцов И Звучало Что Троить Это Означает Жить Рот Он Воплощается Он Дарит По сути Тело А Яр Дарит Осознанность В этом Всем Деле Ну Не Только Тело Душу Там Все Вкладывает Потому что Рот Можно Даже Кстати По слогу Рассмотреть Как Ро Это Свет Духа Который В согласии С одной Стороны Да Ро Д Ерь Ер Твердый Знак Он Любую Гласную Твердую Ну Невзрывную На Й Заменяет О А И Э Ерь Мягкий Он Заменяет И Е Ю Я Я Языковеды Это знают Хорошо Род Свет Духа В согласии То есть Нирвана Целая Серебро Нет ни света Ни тьмы И Можно Также Еще Это Обозначить Как Род До До Осознавания Себя То есть В этом Состоянии Он Как бы Не Осознает Себя И Порыв К Осознанию Приводит К Созерцанию Яра Там Где Приходит Его Осознание Себя Как Яр Тогда Он Становится Яром Видит Мару И Продолжает Ее Осознать Поэтому Нельзя Сказать Кто Из них Раньше Кто Из них Позже Ни Яр С Мара Ни Род С Макошью Ни С Варок С Матиладой Почему Кстати говоря Вот Ее полное Имя Матилада Она Всегда Связана С Матилада Оттуда Слово Имя Матильда Не От Каких То Искусственных Превращений С Какой-то Хотят Смешать Уже До Безобразия Дошли Ее Всегда Звали Матилада Полностью Потому Она Действительно Мать Людей Людей Не Человеков Судегать Еще Отдельная Сказка Так Вот Вот Он Троян Вот Он Амстри Бог Естественно Всевышний Ипостаси Трояна Амстри Бога Троицы Три Глава Хотя Это Скорее Шести Глав Ну Если Взять Парности То Это Три Глав У каждой Главы Будет Мужская Женская Постась Могут Быть Ветры Внуками А Дети Будут Богами Все Просто Все Просто Когда Ты Это Немножко Знаешь И Одна Из Моих Задач Как раз Донести Это Знание Я Надеюсь Что То Что Я Раскрываю В своих Видео Вам Полезно Поэтому Поставите Лайки Не Поставите Напишите Комментарий Или нет Но Просто По Вашим Откликам Я Буду Понимать Что Действительно Полезно То Что Я Принес Для Этого Действительно Приходится Знать И Хоть В какой-то Степени У Меня На Яры Мара Виде Шивы Парват Вместе Сложенных Как Единое Целое На Заставке На Компьютеры И Ведические Индийские Они Искажены Но Не Сильно В Основном Они На том Месте Главное Желательно Пользоваться Конечно Первоисточниками Неанглийскими Переводами Потому Что Переводы Это Штука Такая Особенно Зная Несовершенство Английского Языка Они Даже Неумышленно Могут Искажать То Или Иное Особенно В понимании Особенно Материалистически Настроенные Англичане Они Не Могут Ухватить Некоторые Вещи Не Потому Что Не Могут А Потому Что У них Они Не настолько Тупые Они Все Это Могут Если Захотят Но Желательно Все Возвращать В русский Язык Потому Что Русский Язык Дает Неограниченные Возможности В раскрытии Потому Что Он Действительно Послоговый И Раскрывает То Что Невозможно Раскрыть И через Другой Язык Другие Языки И Наречия Русского Языка А Наречиями Русского Языка В принципе Являются Все Языки Особенно Ближайшие Славянские Это Вообще Там Сохранились Часть Слов Которые В современном Русском Языке Выпали Причем Многие Слова Выпадают И сейчас До сих Пор Почему Потому Как Материалистический Мир Заставляет Выкидывать Слова Которые Мы Не Пользуемся Язык Он Так Ж Как Мышцы Если Мы Не Пользуемся Какими Словами Они Выпадают И Теряются Поэтому Хорошо Собирать Словари Старые Находить Слова Особенно Которые Связаны С духовными Понятиями Да не только С духовными С материальными Тоже Допустим Тут же Кувшин Миллион Названий Как говорится На него Крынки Рынки И так далее И тому подобное Я Не знаю Просто Я знаю Что их Много Названий Кувшин Ваза Крынка Еще Что В зависимости От назначения Видом Очертаний Эти слова Выпадают Потому что Мы ими не пользуемся Ну какие-то Может не сильно важны Но Слова из Духовного мира Которые Возрождают Знания Ведания Которые Возрождают Действительно Веру То есть Осознанность В себе И видение Того Что ты Соединен С этим Все Неразрывно Хоть Ты допустим И понимаешь Что ты Просто Человек Как бы Игровой Персонаж Если так Назвать По-современному Но В этот Игровой Персонаж Засунут Весь Стребок Весь Тролян Вся Эта Троица Пар Ты И есть Сварок Сейчас Неважно Мужское Женское Ты Лада Себя Назовите Не имеет Значения В плане Действия Сварок В плане Упорядочивания Лада Ты Носишь Себе Все Что Тебе Дает Рота Макош То Есть Цельная Цельность Себя Со Всем Миром И Вещество Вещество Это Все Макош И Ты Можешь Осознавать Себя То Есть Ты Просвещаешь Светом Все Темные Части Мары Она Тянется К тебе Она Постоянно Стучится В твою Как говорится Осознанность Познай Меня В В Яр Яр Намаха В Яр Намаха Маскла Объяснил Что Такое Стребок Насколько Я Это Могу Надеюсь Я Вам Был Полезен Хорошего Дня Вечера Утро И Вообще Удачи По Жизни